Ребят, большие склады громадные. Вот здесь для фур, а вот там рэмп, въезд, косой, косой въезд для меня, у меня там машина моя стоит. Сказали подождать. Громадные склады, большая площадь, как город в городе. Я приехал в одно из зданий. С трудом нашел, пришлось походить, поговорить, поспрашивать, показать накладные, показать смс в телефоне. Попросили они пикап номер, у меня его не было, пришлось звонить ребятам, диспетчерам, у них сходу тоже не оказалось. Звонили брокеру, ждал где-то минут сорок. Наконец-таки брокер скинул пикап номер. А меня девочка ходила, все время ждала, мексиканка. Не дождалась. Подошел здесь вот к ребятам, ну молодые люди, они говорят, подожди немного, сейчас все сделаем. Вот жду уже, наверное, не немного, а минут 15 жду. Здесь вот такой шумахер катается, в кавычках. Но очень резво, очень шустро, он, наверное, здесь лет 500 работает, или тысячу лет. Очень шустро. Да. Ребят, идемте, покажу вам груз мой. Я нахожусь еще раз в штате Тексас, Техас. Тяжелая была погрузка морально. Сейчас расскажу. Нахожусь на границе, прямо на границе, тут буквально, наверное, пара миль осталось до границы с Мексикой. Город, город, и не вспомню. Короче, посмотрите, ребят, Мексиканский залив, где Мексика, найдите Мексиканский залив, и где Мексика соприкасается с Америкой, с Соединенными Штатами. И там будет куча маленьких городков на границе. То есть находите город Хьюстон, потом идете по карте как бы влево-вниз, в сторону Мексики. Город Корпус Кристи. И прямо упираетесь в мексиканскую границу. Там будет много городов. И вот в одном из этих городков я нахожусь. Я подпишу заголовки к видео. Очень много здесь перевалочных баз, таможенных всяких пунктов, складов и так далее. Что еще хотел сказать. Большие склады пришлось побегать очень много. Потому что город в городе, большие склады, очень много побегал. Очень долго поспрашивал. Наконец-таки нашел склад, пришел. И вот на больших складах очень часто требуют пикап номер. Которые диспетчера, немножко как бы так они бывают, ну как сказать, думают, что это не всегда надо. И это действительно не всегда надо. Частенько не сбрасывают пикап номер. Он очень часто не нужен. А вот на больших, я заметил, складах он нужен. Пришлось, ребят, мне звонить диспетчерам. Потому что никак девочка испаноязычная прибегала. И три раза ждала, спрашивала. Сорок минут я прождал пикап номер. В итоге, мне его ребята, ребята звонили шиперу. Шипер скинул им номер, а они скинули мне номер. Пошел, получил груз. И там такой немножко неприветливый, нерадостный был испаноязычный товарищ. Неохотно очень расписывался. Говорит, зачем тебе моя роспись и так далее. Какие-то вот вопросы немножко странные. А потом он написал первое и последнее имя, имя и фамилию. Я говорю, мне надо еще сигнича, роспись. Он говорит, тебе хватит вот, что я написал первое и последнее имя, имя и фамилию. Я говорю, ну мне надо для босса еще сигнича. Он расписался. Говорю, дату еще надо. Он говорит, ну давай так, нехотя. А потом, когда я сравнил документы, которые у меня были в смс-ке изначально, и то, что они мне дали, оказалось, что у меня две палеты, должно быть две палеты. Здесь одна большая палета. Вместо двух палет одна палета. Вместо одного веса другой вес. Вместо, ну например, у меня там была одна компания, которая мне дает этот груз. А у меня сейчас в накладной дали другую компанию. То есть не совпадает количество палет, не совпадает вес, не совпадает какая компания продает этот товар, отдает. Совсем другая компания. В общем, все рассказал ребятам. Они говорят, да типа, вы так не переживайте. Ну так, как-то они сказали, что что вы-то так переживаете. Сейчас мы проверим. И если что-то не так, то мы все это увидим. Сейчас мы все проверим. Ну как не переживать, ребят. И тут плюс 33 градуса. Плюс 33 вот так выгляжу. Запарился, замотался. Гружусь уже два часа. Закрепил груз хорошо. С меня как три пота сошло, да, там поговорка какая. Сто потов или что-то такое. А сейчас выяснится, может быть, что совсем не тот груз. Я это сказал товарищу испаноязычному старшему, который не хотел расписываться. Такое он не в настроении был. Говорю, что-то ничего не совпадает. Ничего, он говорит, езжай. У тебя incorrect информация. But my information is correct. Твоя информация неверная, а вот моя информация верная. Вот прислали мне что-то, сейчас буду смотреть. Какие-то смс-очки в ответ прислали. Я все сбросил фотографии груза, документов. Сейчас посмотрим. Ребят, в итоге все хорошо. Все там так и должно было быть. Небольшие изменения. Вместо двух палет одну палету дали. Вместо одного веса другой вес дали. Добавилась там еще фирма-посредник, которая меня обслуживала. Поэтому другая фирма. В общем, все нормально. Good to go дали. Сказали, можно ехать. Поехал, ребят. Сегодня пятница, вечер. Ехать мне в Луисвилль, штат Кентакки. 1355 миль. Сегодня пятница. Завтра суббота, воскресенье. И в понедельник мне в 8 утра быть на разгрузке. Должен все, не загадывая, успеть. Должно быть все хорошо, ребят. Если останется память, у меня памяти почти не осталось на камере. Если память останется, то буквально очень коротко, там в течение 30 секунд, минуты, сниму быстренько разгрузочку в Кентакки, в Луисвилле. Все, до встречи в Кентакки, в Луисвилле, ребят. В этом же видео постараюсь. Ребят, как обычно, выезжаю из пограничной зоны и досмотр автомобилей. С собаками, с овчарками, с камерами, с детекторами. Просто разговаривают, просто общаются. С одним могут долго разговаривать, обыскивать, другого могут просто пропустить. На въезд ничего не надо, на выезд надо. Все, проверил, ну как бы он не стал меня проверять. Передо мной проверил багажник. Передо мной проверил легковую машину. Багажник открыл, посмотрел, посветил фонариком. Долго очень разговаривал с шофером. У меня просто памяти не осталось уже на камере, поэтому я подробно не снимаю. У меня очень быстро, что вы, откуда вы, не, первый вопрос, кто-нибудь еще есть в машине, в вашей машине кто-нибудь есть? Я говорю, нет, больше никого нет. Вы один? Я говорю, да, точно, я говорю, да, точно. А что вы везете? Я говорю, карго везу. Это коммерческий транспорт, это моя работа, я везу карго, груз. Какого вида? Я говорю, я не знаю, но у меня есть накладные, если хотите, можете подробно прочитать. Это, говорю, ни пища, ни еда, ничего такого запрещенного. Никаких химических там, ничего, просто что-то для автомобилей везу. А куда, я говорю, кентаки, луисвиль. Это моя работа. Он говорит, окей, сэр, хорошего вам безопасного пути.